Дезоксирибонуклеиновая кислота, или ДНК, обеспечивает передачу из поколения в поколение программы развития всех живых организмов. Это длинная полимерная молекула, состоящая из повторяющихся блоков в форме спирали. ДНК человека составляет около 3 миллиардов таких блоков, более 99% из которых расположены в одном и том же порядке у каждого человека. Все блоки взаимосвязаны с бесчисленным множеством клеток и программируют их жизнедеятельность. Эти запутанные спирали и есть не что иное, как человеческий код. Человеческий код Представьте, что мы можем исследовать ядро человеческой клетки. Клетка похожа на маленькую фабрику. Растянутые митохондрии — это клеточная электростанция, снабжающая организм энергией, который вырабатывается путем поглощения кислорода и переваривания молекул сахара. Ядро находится в центре клетки и содержит ДНК. Человеческое тело состоит из 10 триллионов клеток, различающихся по размеру, форме и выполняемым функциям. Костная ткань формирует скелет, который придает телу форму и выполняет функции движения, опоры, а также защиты. Скелет взрослого человека состоит более чем из 200 костей. Кости состоят из различных клеток. Существуют особые клетки, которые постоянно разрушают костное вещество. Клетки, которые обновляют и восстанавливают кость. И клетки, ответственные за образование костного остова и минерализацию костной ткани. Кости защищают жизненно важные органы, такие как мозг и сердце, и хранят кальций, необходимый для нормального функционирования нервной системы и сокращения мускулов. Крупные кости содержат мягкую внутреннюю сердцевину, называющуюся костным мозгом. Костный мозг – это губчатая ткань, содержащая незрелые стволовые клетки, которые способны превращаться в красные кровяные тельца, в белые кровяные тельца и в кровяные тромбоциты. Стволовые клетки заменяют собой больные, ослабленные и поврежденные клетки. Кровеносная система нуждается в костном мозге, обеспечивающем поддержку циркуляции здоровой крови, несущей жизнь в каждую клетку организма. Кости соединены мускулами и соединительной тканью. Мышцы обеспечивают выполнение любого движения тела, от дыхания до спринтерского бега. Тело имеет более 600 мускулов, большинство из которых парные. Поскольку каждый отдельный мускул может выполнять только одно движение, тело имеет противостоящие мускулы, работы которых мы можем увидеть на примере волнообразного движения руки. Задача бицепса – сгибать руку в локтевом суставе, а трицепса – разгибать. Большинство скелетных мышц находятся под произвольным контролем, реагируя на команды, поступающие из нервной системы. Внутри скелета тела находятся мышцы, которые должны работать постоянно. В сердце, легких, печени, желудке, кишечнике, гладкие мышцы регулируют сердцебиение, контролируют дыхание и переваривают пищу. Реберная клетка защищает сердце, являющееся самым важным мускулом человека. Сердце перекачивает кровь через артерии, капилляры и вены, снабжая каждую клетку организма кислородом и питательными веществами. Чтобы насытить клетки кислородом, кровь течет от сердца к легким, а затем назад к сердцу. Обогащенная кислородом кровь возвращается в сердце, который затем выбрасывает ее в центральную артерию, аорту, и разносит по всему телу через лабиринты артерий, обозначенных красным цветом. От клеток тела вены несут назад к сердцу кровь с низким содержанием кислорода, обозначенной синим цветом. Данным образом сердце осуществляет круговое движение крови в организме каждые 30 секунд. В теле взрослого человека циркулирует около 5 литров крови, содержащей красные кровяные тельца, являющиеся основными переносчиками кислорода. Белые кровяные тельца, помогающие бороться с инфекцией, и тромбоциты, способствующие свертыванию крови. Красные кровяные тельца имеют форму диска с вогнутым центром, обеспечивающую их прохождение через капилляры. Это единственные клетки в организме, не имеющие ядра. Эта особенность позволяет им более полноценно снабжать организм кислородом, не тратя его на свои собственные нужды. Белые кровяные тельца по размеру больше, чем красные. Они циркулируют в крови и являются силами быстрого реагирования, которые могут быть доставлены в любой участок организма для борьбы с инфекциями. Белые кровяные тельца вырабатывают антитела, которые уничтожают проникшие в организм бактерии. Управляющим центром этих запутанных магистралей является нервная система с нервами, раскинутыми по всему телу и связанными со спинным и головным мозгом. В головном мозге человека содержится более 100 миллиардов нервных клеток или нейронов, связанных с более чем триллионом вспомогательных глиальных клеток. Спинной мозг находится внутри позвоночника и соединяет головной мозг с остальным телом. Рядом со спинным мозгом находятся две дополнительные нервные системы – вегетативная и периферическая. Вегетативная нервная система контролирует функции жизнебоспечения организма. Периферическая нервная система имеет моторные нервные волокна и сенсорные нервы, отправляющие информацию спинному и головному мозгу. Клетки нервной системы, называющиеся нейронами, получают и передают электрохимические сигналы от одной клетки к другой. Нейроны состоят из трех частей – тела клетки, в котором, как и во всех клетках, есть ядро, аксона – длинного тонкого отростка, передающего нервные импульсы, и дендритов, или нервных окончаний, осуществляющих связь между отдельными нервными клетками, позволяя им взаимодействовать друг с другом и воспринимать окружающую среду. Сенсорные нейроны передают импульсы от рецепторов в центральную нервную систему. Моторные нейроны несут сигналы от центральной нервной системы к мышцам и железам. Рецепторы воспринимают окружающую среду и кодируют полученную информацию в виде электрохимических импульсов, передающихся сенсорными нейронами. Нервные рецепторы различают изменения давления, вкуса, звука и света. Эти изменения преобразуются в сигнал, передаваемый нейронами в сенсорные центры головного и спинного мозга. Здесь нейроны обрабатывают информацию и формируют ответную реакцию в виде команд, заставляющих сокращаться мышечные волокна. Организм является сложной машиной, снабженной сложными операционными системами. Наше исследование начинается в оптическом нерве, соединяющем глаз с мозгом. Давайте представим, что мы плывем в крошечной подводной лодке, совершающей путешествие внутри организма. Сначала мы изучим строение глаза в момент, когда лучи света проникают в открытый глаз человека. Эти лучи проходят через роговицу и радужную оболочку. Подобно объективу фотоаппарата, хрусталик глаза фокусирует световые волны. Хрусталик может менять форму для фокусирования объектов на разных расстояниях. Сфокусированный свет теперь светит через центр глаза по направлению к последнему месту назначения – сетчатке, расположенной на задней стороне глаза. Сетчатка глаза подобна киноэкрану. Свет проецируется на ее плоскую, гладкую поверхность. Сигналы, посылаемые от фоторецепторов, совершают путь по волокнам зрительного нерва. Они передают информацию от глаза в мозг. За доли секунды мозг получает и расшифровывает сигналы, формирующие зрительные образы. Теперь мы движемся по коре головного мозга. Это командный центр организма, а также центр, отвечающий за творческие и умственные способности. Суперкомпьютер, не имеющий аналогов. Мозг способен одновременно обрабатывать от 10 до 100 миллиардов микропроцессов. Эти процессы потребляют около 20% энергии тела и вырабатывают около 25 ватт мощности. От мозга мы направляемся ко второму сенсорному центру, внутреннему уху, лабиринту, наполненных жидкостью каналов. Некоторые используются для баланса, в то время как другие преобразуют звуковые колебания в электрический сигнал, передающийся мозгу. Мы готовимся пересечь барьер между внутренним и средним ухом. Барабанная перепонка находится прямо перед нами. Как только звуковая волна проникает в ушной канал, она создает вибрации в барабанной перепонке, которая представляет собой тонкую кожу в виде воронки, разделяющей слуховой проход от среднего уха. Барабанная перепонка очень чувствительная. Звуки более высокой частоты заставляют ее двигаться быстрее, а более громкие звуки создают большую амплитуду движения барабанной перепонки. Подвижные слуховые косточки усиливают звуковые колебания, создавая давление на внутреннее ухо примерно в 20 раз больше, чем давление, действующее на барабанную перепонку. Давление заставляет двигаться волоски во внутреннем ухе, которые затем передают электрические импульсы, сообщающие о высоте и уровне громкости в слуховой центр мозга. Во время вибрации барабанная перепонка создает колебания трех самых маленьких косточек тела – молоточка, наковальни и стремени. Вибрируя, барабанная перепонка приводит в движение молоточек, который начинает раскачиваться из стороны в сторону, как рычаг. Другой конец молоточка соединен с наковальни, которая в свою очередь соединена со стременем, а стремя – с улиткой внутреннего уха. Стремя действует как поршень, создавая волны в жидкости внутреннего уха для того, чтобы передать изменение воздушного давления звуковой волны. Мы начинаем двигаться в направлении кровеносной системы, проплывая еще раз мимо барабанной перепонки, молоточка, наковальни и стремени. Теперь мы движемся по верхней полой вене. Эта вена собирает кровь от головы, шеи, верхней конечности и грудной полости. Здесь невероятно сильная турбулентность, особенно при входе в правое предсердие. Перед нами трикоспедальный клапан сердца, имеющий три лепестка, работу которых контролируют три мускула. Клапан открывается и сейчас нас вытолкнет в правый желудочек сердца. Проплыв через этот клапан, мы уже не сможем вернуться назад. Эта камера перекачивает обогащенную углекислым газом кровь в легочную артерию, которая несет ее в легкие. Трехстворчатый клапан создает препятствие, мешающее крови возвращаться назад в правое предсердие. Только что мы обнаружили чужеродные клетки массивной вирусной инфекции. Если эти стремительно разрастающиеся клетки не будут уничтожены, они могут стать причиной сердечного приступа или даже смерти. Чтобы бороться с ними, мы должны начать боевые действия на клеточном уровне. Убивая чужеродные клетки, не нанося при этом вред здоровым клеткам сердца. С помощью нанотехнологии созданы методы уничтожения пораженных клеток, не повреждая при этом соседние здоровые клетки. В Центре нанонауки и технологий Университета РАИС трансмиссионный электронный микроскоп демонстрирует нам атомы, образующие молекулы внутри человеческих клеток. Новые пули — это крошечные, покрытые золотом сферы размером меньше ядра клетки. Они называются наногильзы. Эти наногильзы поглощают тепло на определенной длине волн, влияющих на их цвет. Энергия доставляется инфракрасным лазером, который не причиняет вред нормальной ткани. Как только наногильзы нагреваются, они заставляют клетки вокруг себя взрываться. Это именно то, что нам нужно, чтобы спасти нашего пациента. Шприц впрыскивает наногильзы в систему кровообращения. Мы можем следить за ними во время их движения через вену по направлению к сердцу. Шприц впрыскивает наногильзы в систему крови. Эта кровяная река должна поддерживать каждую клетку организма, принося питательные вещества и унося отходы. В конце концов, она доставит наши наногильзы в сердце к пораженным клеткам, которые они были нацелены найти. Через 30 секунд наногильзы должны найти инфекцию и прикрепиться к ней. Мы тем временем будем находиться неподалеку. Для того, чтобы тщательно изучить сердечно-сосудистую систему, мы включаем дополнительный свет на нашей подводной лодке. Для получения детальных изображений мы создаем вспомогательный аппарат. Несмотря на то, что ни один из наших аппаратов не является реальным, они дают нам наглядные представления о строении организма и работе его органов при помощи изображений, основанных на настоящих фотографиях. Ширина нашей подводной лодки 1 мм, что позволяет ей беспрепятственно двигаться по большой вене. Однако диаметр клетки человека всего лишь 10 микрон. Но так как наша подводная лодка всего лишь вымышленный объект, то мы можем сделать ее в сотни раз меньше, чтобы увидеть, как наногильзы разрушают больные клетки, обнаруженные нами в сердце. Мы можем тщательно осмотреть инфекцию. Она ведет себя очень агрессивно, атакуя все на своем пути. Эти клетки должны быть уничтожены до того, как они поразят другие здоровые участки тканей. Организм не распознает присутствие опасности и не посылает белые кровяные тельца на борьбу с инфекцией. Вероятно, это воспаление сердечной мускулы, вызванное вирусной инфекцией, появление которой не инициирует ответную реакцию белых кровяных телец. Если эта инфекция поражает сердце, оно перестает справляться со своей насосной функцией, и органы тела не получают достаточное количество крови, что также влечет за собой накопление жидкости в легких. До недавнего времени практически не существовало эффективных методов лечения данного заболевания. Ситуация коренным образом изменилась после изобретения наногильз. В отличие от обычной ткани, наногильзы нагреваются, подвергаясь воздействию луча инфракрасного лазера, который проникает в организм, не повреждая здоровые клетки. Высокая температура служит причиной гибели зараженных клеток. Как только наногильзы присоединяются к пораженным клеткам, мы можем задействовать инфракрасный лазер, нагревающий их до температуры, разрушающий инфекцию. Лучи лазера передают смертоносное количество энергии в наногильзы, прикрепленные к больным клеткам. Мы можем наблюдать сражения, происходящие на клеточном уровне, по мере того, как радиация заполняет пораженный участок, и больные клетки умирают. Продолжение следует... Когда болезнь побеждена, оставшиеся здоровые клетки запрограммированы своим ДНК начать восстановление. Внутри ядра каждой клетки находятся змеевидные спирали ДНК. Здесь почти два метра генной нити, туго замотанной в клубок, который умещается внутри ядра клетки, диаметр которой всего один микрон. Внутри этого тугого клубка содержится 46 хромосом, состоящих из 23 пар. Специальные участки в хромосомах, называющиеся генами, передают инструкции для восстановления целостности клеток после повреждения. Половые клетки человека содержат 23 хромосомы. Когда половые клетки отца и матери соединяются, образуется новый набор ДНК-информации. Новая жизнь зарождается в тот момент, когда 23 хромосомы матери попарно объединяются с 23 хромосомами отца. Чтобы увидеть зарождение новой жизни, мы увеличиваем размер нашей подводной лодки в миллион раз, направляясь из ядра клетки в матку. Мы осторожно проплываем под пуповиной и приближаемся к ребенку. Здесь новый состав нуклеотидов на винтовой лестнице ДНК создал новый человеческий организм, уникальный, но связанный посредством ДНК с родителями и общими предками. А в итоге и со всеми людьми за счет схожих цепей ДНК. Это молекула, которая объединяет всех людей и делает всех нас неповторимыми. Это чудо называется «Человеческий кот». КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok